Я знаю, что в России сейчас думают, что делать с людьми, которые там не платят за газ, или за электричество, или за свет, да, за такие вещи. И то ли их там отключать, то ли им какие-то там еще повестки присылать. Ну, короче, вроде как не знают, что делать с людьми, и вот думают, как же там лучше. Я вам сейчас расскажу, как в Америке вот такие вещи вообще решаются. Допустим, если ты не платишь за электричество, или за воду, или за газ, есть дома с газом, все очень просто. Поскольку это все частные компании, тебе, если ты не платишь через месяц, просто отключают или свет, или газ, или воду. Причем это делается автоматически. То есть некоторые вещи, допустим, свет отключают автоматически. То есть, если ты не платишь, тебе присылают уведомления, что, мол, вы должны там столько-то, столько-то. Если ты опять не платишь, то просто отключают и все. То есть приедут, отключат или на счетчике, или где вода там отключается, около дома. И, ну, собственно говоря, все, все просто. Когда у тебя появились деньги, ты звонишь, все это подключаешь. Обычно это происходит очень быстро. Деньги появляются сразу, потому что, ну, без воды или без электричества, как ты жить будешь? Никак. Вот. То есть с этим проблем в Америке реально нет. Есть деньги, ты платишь. Нет денег, ты не платишь. И у тебя нет ни электричества, ни воды. Теперь. С жилищными оплатами, или как это называется, коммунальные услуги, да? То есть за дом в Америке, как бы, ты каждый год платишь налог за свой дом. Тебе присылают, как бы, счет в августе обычно. И до января у тебя есть время. Ну, вернее, даже так. Если ты платишь до января, то тебе там дают, типа, 4% обычно скидку. И потом каждый месяц скидка уменьшается на 1%. То есть, если ты заплатишь в апреле, ты платишь просто полную сумму, без всяких скидок. Цены, суммы, вернее, которые ты платишь, определяются от стоимости твоего дома. То есть, от сколько он оценен. Там, вообще, много всяких налогов входит в этот, ну, вот, в этот налог. Там налог на школы. То есть, вот, в районе, в котором у тебя дом, там обычно есть государственная школа. И вот они берут налог на... для этой школы, как бы. Потом налог на дороги, налог на, типа, канализации, налог на... По-моему, даже, там, тюрьма, не тюрьма, не знаю, как оно называется. Ну, вот, короче, вот, систему, как бы, охранения тебя, да. Потом пожарный налог. И там оно, оно вообще расписано. Там такая бумажка, и на ней написано. Вот, налог на это, налог на это, налог на то. Вот. Налог на школу, кстати, самый большой. Он больше всего денег берет. Вот. И, вот, скажем так, у меня, ну, как бы, в свое время было много домов. А сейчас не так много осталось. Ну, вот, во Флориде дом, который стоит 100 тысяч, ты примерно платишь 1300 налог в год. Вот. Чтобы вы понимали. Здесь, допустим, вот у меня есть дом, в котором мы живем. Он стоит примерно 200 тысяч сейчас. Налог на него 3500 в год. Причем этот налог обычно, если у тебя есть кредит, то есть ты, ну, в ипотеке, да, на дом, обычно его всегда включают в ипотеку. То есть, вот, ты месячно платишь по своей ипотеке, и этот же банк, он собирает деньги на выплату вот этого налога. То есть, каждый месяц тебя, скажем, там, ну, сколько там, 100, да, 200 долларов собирается, то есть ты платишь по кредиту, скажем, там, не знаю сколько, 1000 долларов. И плюс еще вот 200 долларов они собирают на то, чтобы потом в конце года выплатить вот этот налог на жилье. Теперь, что очень интересно. Я был очень удивлен этой системе, когда с ней, как бы, познакомился поближе. Если ты в конце года, у тебя нет денег, и ты не можешь заплатить, ну, нет у тебя денег, что ты будешь делать? Как поступает государство? То есть, это же государство, это же налог для государства. Оно придумало здесь такую интересную систему. Твой долг продается на аукционе. То есть, вот смотрите, я должен в конце года, скажем так, 1300 долларов заплатить, да, налог. Я его не могу платить. Но государство не хочет ждать, кто там знает, когда ты там готов будешь заплатить. А оно на эти деньги уже рассчитывает. То есть, у них же, ну, бюджет американских затрат там всяких, да, и вот бюджет города тоже, что они получат. Такую-то сумму. Если ты ее не можешь заплатить, это твоя проблема. Но они хотят свои деньги получить. Что они делают? Они официально выставляют на аукцион твой долг. То есть, ты должен 1300. Допустим, человек другой, любой человек это может сделать. Не обязательно организация, хотя организации тоже это делают. Они покупают твой долг. И то есть, они за тебя вот в этот же день платят 1300 долларов. Какая им выгода? Они получают за это процент. То есть, в разных штатах по-разному. Но, допустим, во Флориде они могут получить максимально 18% годовых за этот сумму. То есть, они 1300 за тебя заплатили. И если я, допустим, приду и через неделю у меня появились деньги, да, я хочу заплатить. Я иду и плачу 1300. Так вот, я уже заплачу не 1300, а 1300 плюс 18% годовых. Ну, давайте скажем, чтобы округлить, да. То есть, я заплачу 1300 плюс 260. То есть, 1300 покроет то, что... И эти деньги пойдут уже не государству, а эти деньги пойдут тому, кто вложил их. Ну, то есть, за меня заплатил. И плюс 260 долларов тоже за меня пойдут. Так, суть-то такая. Теперь представьте. Если я через неделю готов это заплатить, я все равно плачу 18% годовых уже сразу, разом. То есть, тому инвестору, который вложил, ну, или тому, кто заплатил, они получили чуть ли не 1000% годовых, ну, не знаю, сколько, это надо на пересчет. Ну, короче, суть. Ты можешь заплатить через неделю, ты можешь заплатить через 3 месяца, ты можешь заплатить через год. То есть, если я плачу через год, то инвестор, кто вложил эти деньги, 1300 долларов, они просто получат 1300 плюс, вот мы посчитали там сколько, да, 260 долларов. Получится пересчет, ну, 18% годовых. Но если я заплачу через полгода, они получат те же 260 долларов. То есть, это уже за полгода, это значит, что их процент, который они получают, уже не 18%, а 36. Если я заплачу через 3 месяца, ну, вы поняли, да, то есть, увеличивается интерес, процент, который они по своему этому кредиту получат, он увеличивается в двое, в четверо, в шестеро и так далее. То есть, это, в принципе, очень выгодное такое вложение. Вот многие компании именно зарабатывают на этом, они вот выплачивают твой долг, а таких людей обычно много, у кого такие долги, и вот они на этом зарабатывают. Теперь, это не все. Смотрите, какая интересная штука. Если ты через год, вот в течение года, не выплатил, и то есть, ты все еще должен, твой долг этот переходит в другой. То есть, сначала это tax lien, да, называется. А потом это переходит в tax deed. И компания, которая заплатила вот по твоему налогу, она подает в следующую инстанцию и говорит, так и так, мне мои деньги не вернули. Я хочу забрать дом. Целый дом забрать. То есть, они заплатили всего лишь 1300, но они говорят, что я хочу забрать дом, потому что мне не заплатили. И переходит в следующую инстанцию, и теперь такая интересная штука. Я вот до этого ни разу не доходил, то есть, я не помню, что там происходит конкретно дальше, но суть такая. Твой дом официально там выставляется на аукцион, чтобы и начальная цена этого аукциона будет 1300 плюс 260 долларов. И, ну, естественно, если никто ставку на этот дом не сделает, обычно это происходит вообще в здании суда. То есть, раз там в месяц, или раз, ну, в зависимости от того, как много домов выходит на аукцион, раз в 3 месяца, или раз в 6 месяцев. Вот. Дома так выставляют на аукцион. И приходят люди, и могут обычные люди, опять-таки, много организаций это делают, приходят и делают ставки. Тебе, ну, я был на таком, это интересно. Ты приходишь, регистрируешься как покупатель, тебе дают такой, знаете, как на аукционах, вот в американских, такой, ты табличку поднимаешь, и цена там увеличивается. Вот, вот, именно точно так же все происходит. Вот. Я ни разу не покупал, но пару раз присутствовал. И вот, получается так. Первая ставка 1300 плюс 260 долларов, да? Вот, объявляет, что такой-то дом, такой-то адрес, вообще публикуются списки таких, ну, домов, то есть, с адресами, с деталями, сколько там у него комнат, сколько чего, сколько долг. Вот, и ты приходишь, если дом, ну, не стоит таких денег, то, ну, его отдают просто должнику, то есть, никто больше ставку не будет делать. Если же просто вот 1600 долларов и нормальный там дом, то, конечно же, ну, люди будут поднимать и будут больше и больше и больше сумму. И суть такая, если тот инвестор, который вот заплатил эти 1300 долларов, если он заинтересован, он тоже участвует в этом аукционе и тоже может больше ставки делать. То есть, смотрите, вся сумма, которая идет больше 1300, она идет уже в счет государства, то есть, государство заработает. И на аукционе, скажем так, этот дом продастся, ну, там, не знаю, за 50000 долларов. То есть, 1300 плюс 260 идут этому инвестору, он их забирает себе. Все остальное идет в счет государства. И дом забирают. Также землю разыгрывают на таких же аукционах. Причем ты можешь все в этом доме жить. То есть, смотрите, несколько заинтересованных лиц обычно присутствует на этом аукционе сразу. Первое. Если дом выплаченный, то есть, он наличкой куплен, то на нем потенциально, может быть, никаких долгов больше нет. И то есть, реально, вот 1300 это все, что висит на этом доме, да, скажем так. Но, если, допустим, на этом доме есть ипотека, то это совсем другая история. Если есть ипотека, то теперь два заинтересованных лица. Первое, это тот инвестор, кто вот купил этот долг. Но второе, на этом доме может быть ипотека, скажем так, 50 тысяч долларов. Тогда, в этом случае, если на этом доме есть ипотека, то обычно банк, через который эта ипотека сделана, они следят за этим. Чтобы, допустим, если вдруг каким-то образом, ну, то есть, опять, если ипотека на доме, то обычно они собирают, они заставляют тебя платить вот помесячно в счет погашения вот этого долга. То есть, обычно такого не происходит. Если есть ипотека, то, ну, они собирают в течение года и выплачивают, потому что, ну, как бы они за этим следят. Но если бывает такое, что ты взял ипотеку, но по какой-то причине ты, ну, по этой ипотеке такая договоренность, что ты сам платишь свои налоги за дом. Если такое произошло, то они обычно просто следят. И если у тебя долг за дом, автоматически пойдет письмо твоему банку, что, мол, так и так, за этот дом не уплачено, пожалуйста, примите меры. И твой банк просто за тебя это выплатит и включит это уже в стоимость, ну, твоего, как бы, счета, который ты платишь каждый месяц. Вот. Так что, вот так здесь собирают налоги за дома. Так здесь все просто с электричеством и с водой. Никто тут с тобой не церемонится. Здесь все, как бы, ну, вот так. Надеюсь, вам было это интересно. Подписывайтесь на канал, делитесь со своими друзьями и комментируйте. Спасибо и скоро увидимся опять.